Друзья, Алания, 2 марта. Старался взять себя в руки и сделать это видео. Хотя и разговаривать даже сложно. Время 5 часов 25 минут. Я уже сбился, если честно, со счета. Сколько дней не выходил из дома. 2 или 3. 2, наверное, дня. Вообще никуда не выходил. Ничего делать не хочется. Я два слова сейчас скажу. Насчет всего происходящего. Прежде всего всем мира. Желаю сразу, чтобы все это закончилось. Это страшный сон, в котором пребываем мы сейчас. И который многие ощутили на себе. Значит, смотрите. Если кто-то не видел мою позицию. Или не видит, что я еще заявил. Какое видео выставил еще за полчаса. До начала этого всего. Разуйте глаза. Кто не слышит, кто не видит, что я пишу. Как проходит сейчас моя жизнь. С чего начинается каждый день. Просто разуйте свои глаза. Если они у вас не открываются, отпишитесь и все. Но у меня в комментариях не будет никогда выяснения отношений. Я за мир и против любых войн. И поэтому я не буду допускать того, что будут писать. У меня там ненавижу, а я тебя ненавижу. Глядите для этого, пожалуйста, на другие каналы. Я вам постараюсь нести только позитив. Песик, иди сюда. Иди покажись какой-то. Сейчас буду стараться вещать веселым голосом. Вот. Поэтому, друзья, еще раз. Всем мира. И в комментариях, пожалуйста. Мы в мирной Аланье. В прекрасной Турции. Где в мире живут народы всех стран бывшего Советского Союза. Потому что уже дошло до того даже... Ну, я не буду говорить сейчас, что мне вообще пишут некоторые. Ладно, я даже не буду это озвучивать. Спасибо всем адекватным людям. Особенно тем, кто смотрит, даже находясь в сложных условиях. Или в бомбоубежищах сидит. У кого есть связь там. В подвалах каких-то. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть. Вот даже эти апельсинки. Они хоть чуть-чуть. Ну, добавят хоть какой-то радости. Хоть на минутку. Ваше сложное сейчас положение. И хоть чуть-чуть, может, кто-то сможет отвлечься. Погуляв со мной. Какие-то 10-15 минут, друзья. Чего я всем желаю. Еще раз мира всем. И все, кто ссылки какие-то в комментариях. Также оставляет автоматически. Все идет в бан. Не ваше сообщение, а именно полностью пользователь. Поэтому еще раз прошу. Заходить сюда. За позитивными эмоциями. За тем, чтобы насладиться. Замечательная ланья, в которую обязательно вы все приедете. Обязательно. Потому что все это закончится. Все мира. И идем в сторону моря. Ну и самое интересное, что там происходит. По погоде. Смотрите, все эти дни, как началась война, у нас погода просто плачет. То есть я вам рассказывал о том, что не могут дождить много дней назад. И это действительно как бы правда. Но то, что происходило в эти дни, уже чуть ли не неделю. У нас вот такая вот погода практически все время. Мы не видим солнца. Дожди большую часть дня они идут. То есть бывают какие-то маленькие. Идемте через Кайлу. Я думаю, так интереснее будет. Сувенирная улица. То есть если дожди прекращаются на какое-то время, то все равно большую часть они дня и ночи идут. Идут реально. Ну и я такого марта не помню. Кстати, будет похолодание буквально. Вот уже начнется или сегодня, или завтра. И ночью у нас температура будет воздуха опускаться до плюс 7, до плюс 8. Но это пока предварительно. Может быть еще все поменяется. Я этому не удивляюсь, потому что, ну кто у меня спрашивал, кто со мной общался. Вы часто знаете, что я всегда говорил, что в марте, то есть было такое даже, что я мог зиму проходить вообще ни разу не одевая шапку. Да, даже гуляя ночью. А в марте я ходил практически всегда большую часть месяца. Ну вечером, по крайней мере, в шапке. То есть март, это уже не первый год, когда... Это уже как минимум второй год, да. Когда получается у нас, что февраль плюс 25, плюс 28, чуть ли не полмесяца, да. А потом март наступает. В марте совсем другая температура. Зимняя. Холонийская зимняя. Вот. Фух, вы не представляете, как мне сложно вообще сейчас что-то говорить даже. Елочка, он не стоит до сих пор. Отписывается ежедневно от меня, отписывается и россияне, и украинцы. Отписываются. Ну я не знаю, кто это, с каких соображений. Кто-то там вчера даже с Украины отписался из-за того, что я сказал, что я за мир. Написали, стыдно за тебя. Ну извините, если вам стыдно за то, что я против войны. Кто-то мне стыдно за вас, и мы с вами с разных планет. Ладно, этой темы я больше не касаюсь. Отписывайтесь, кто понимает, какой человек тут никогда не отпишется. Отписывайтесь. Чем больше адекватных людей останется, это только плюсы. Никогда не гнался за подписчиками, и вы все это знаете. Я об этом всегда говорил. Пусть у меня будет 2000 подписчиков, но это люди будут. Кайла, Beach Hotel. Всем привет, кто здесь отдыхал. Надеюсь, в этом году вы тоже будете здесь отдыхать, все будет нормально. Что-то я вот то ли уже слышу шторм, то ли я гоню просто. Сейчас посмотрим. У меня такое вот ощущение, что там шторм сейчас. Коктейки какие-то худенькие. Вам поесть надо дать. Да? Иди сюда. Коктей я всех два дня не видел. Сейчас посмотрим, что там с нашими коттейками. Где они там прячутся. Сейчас они все вышли, я надеюсь. Пока дождика нет. Иди, иди, там еще вторая кучка есть. Здесь какой-то, видимо, день рождения отмечаем детский. Поехали по набережной. Да нет, по набережной мы уже ездим. Ну пойдем по набережной. Я тебя прошу, пойдем по набережной. Я уже соскучился за набережной. Потому что два с половиной дня не ходил, почти три дня. И люди многие, я смотрю, они радуются, что нет дождика. Людей довольно немало по набережной ходят сейчас в данный момент. Так, сейчас главная задача перейти как-то на полчаса здесь независимых на дороге. Машин много. И надеюсь, что дождь не пойдет хотя бы в ближайшие пару часов. Потому что я выбился полностью из своего режима. И сна, и еды, и отдыха, и прогулок, и физических нагрузок. Все вообще у меня сейчас скомкалось. Поэтому я надеюсь, что пару часов хотя бы я смогу погулять. И дождя не будет. Хочется в это верить. Да, штормик есть, но он не совсем такой уж критичный. Но есть волночки. Сейчас и где-нибудь дегрязуки поменьше к морю. Давайте вот здесь посмотрим на море, выйдем. Что будет, друзья, никто не знает. Никто вообще не знает, что будет, как отразится. Но уже как бы... Ну, тот пессимистически настроен, тот уже не видит. Как бы почему-то и две страны причем не видят. Ни россиян, ни украинцев в Турции в этом сезоне пессимисты уже не видят. Смотрите. Ой, какая она прикольная. Сзади эта черная нога так приходит. Привет. Привет. Как ты дождики пережила? Друзья, и, пожалуйста, Украина. Я понимаю, в каком сложном положении вы находитесь. Я понимаю, что страдают люди. Но не забывайте о том, что есть... Что есть вокруг вас в это сложное время, когда и людям, многим уже там и есть нечего. Есть и такое, и такие места. Но вокруг вас есть и кошечки, и собачки. Пожалуйста, как-то хоть чем-то помогите им. Потому что вы сами понимаете, что не только от нас это все... Не только на нас это все влияет. Они же тоже рядом с вами, и они тоже в шоке от происходящего. И у них нет, у кого была возможность, кто кормил. Многие покинули свои дома, друзья. А они же остаются. Им надо... Видите, здесь она сытая, она даже есть не хочет. Ты что есть не хочешь? Давай ешь. Не забывайте о кошечках и о песиках. Потому что они живые существа. И они не виноваты, что люди дошли до того, что уничтожают друг друга, оправдывая это чем-то. Они не виноваты. Как и дети. Жалко всегда детей и жалко животных. Когда вот такое получается. Друзья, а дальше прогулочка будет в следующей части. Эту постараюсь донести до вас как можно быстрее сегодня. Потому что два дня я вам ничего практически не показывал. Спасибо всем за понимание, кто понял, что я сказал. Кто не понял, отпишитесь, пожалуйста. Не заходите ко мне на канал. Мира всем, здоровья, благополучия. И чтобы страшный этот сон, который сейчас происходит, чтобы это все закончилось в ближайшие дни, друзья. И чтобы Алания и любимая ваша Турция была обязательно в этом сезоне в вашей жизни. Все, пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok